Голова десятая. Маяк. Часть первая. Преодолевая холод и неумолимое пространство, сквозь тьму двигались двое утомленных путников. Высокая темно-синяя оликорн шла впереди быстрым шагом, ее грива потеряла былой блеск, некогда изящная шерстка растрепалась, а на груди запеклась кровь. Под ее шерстью скрывались шрамы от многочисленных ран. Она двигалась с решимостью в глазах, глядя в одном направлении и шагая так быстро, как только могла. На ее спине сидела маленькая единорожка. Она крепко держала оликорна за шею, боясь отпустить. В ее глазах считалась усталость, тело покрывали порезы и царапины, а грива являла собой сущий кошмар. Хотя малышка выглядела так, словно ее протащили через огненные ямы тартара, в ее глазах был виден какой-то обнадеживающий блеск. «Змея?» — спросила она. Как только двое пони воссоединились и разделили душевное объятие, они сразу же двинулись в путь. Оликорну единорожке было ясно, что им дали еще один шанс, и они не собирались его упускать. Пока они двигались вперед, Свитя рассказала Луне о том, что ей пришлось пережить после схода лавины. И теперь старшая пони рассказывала свою часть истории. «Она была огромная», — сказала принцесса со смешанными чувствами в голосе. «И быстро. Сначала я даже не поняла, что она ужалила меня. Но во время драки эта рептилия вонзила свои клыки мне прямо в грудь». Свитя поморщилась и сжалась в комок, после чего еще крепче обняла Луну, стараясь держаться к ней как можно ближе. С тех пор, как они снова нашли друг друга, Свитя всегда держала Луну в поле зрения. В ее сознании поселился реальный и очень сильный страх, что она вновь потеряет свою старшую спутницу, как только ее отпустит. «Но... но разве змеи не ядовиты?» «Ну, не все. Но это, конечно, было. Это стало понятно, когда мир вокруг меня начал вращаться, и я рухнул на землю». «Небеса!» У этой твари в клыках содержался токсин, способный свалить с ног. От одной этой мысли Свитя задрожала еще сильнее. Она почти что чувствовала, как два острых клыка вонзаются ей прямо в грудь. Что-то... что случилось дальше? Я думала, змеиный яд смертельно опасен. Луна на мгновение обернулась и одарила спутницу легкой ухмылкой. Быть оликорном — это гораздо больше, чем просто называться принцессой. Наши враги давным-давно поняли, что нас, Селестии, нельзя уничтожить, просто подсыпав яд в напитки. «Тело оликорна во многих отношениях намного сильнее, чем у простого смертного. Внешне мы как пони, и меч все еще способен поразить нас. Но во многих других отношениях мы улучшили защиту. Наши сердца гораздо крепче и не перестают биться так же легко, а мышцы не так уж быстро выдыхаются. Это не так уж часто случается, но у нас в Селестии потрясающая иммунная система. «Слышала ли ты, чтобы кто-нибудь из нас болел?» Свети моргнула. «Эм, нет, не слышала. Существует очень мало ядов, которые могут нас убить. Мы способны сопротивляться и отталкивать большинство токсинов, прежде чем не смогут нанести существенный урон. Изменный яд оказался довольно быстродействующим, и ему удалось вырубить меня, но валялась я недолго». «Так, подождите. Значит, вам удалось нейтрализовать яд?» «Именно». «Как?» Луна промолчала. «Это не очень приятная история». «Ох, а я не думала, что оликорн не восприимчив к ядам и болезням. Да, нас не так-то просто убить без чистой грубой силы. Мы способны преодолеть большинство преград. Помнится, как-то раз здорово озадачила твое летспаркл, после чего у бедняжки сильно разболелась голова. «Мне пришлось допивать все одним...» Луна замолчала, вспомнив, с кем именно разговаривает. Свитя в замешательстве наклонила головку. «Что?» «Неважно», — коротко ответила старшая пони. «Свитя просто пожала плечами». «Значит, теперь вы в порядке?» «Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Во всяком случае, в этом дурацком месте». «Луна, вы такая классная!» «Маленькая кобылка была в восторге от пони, на которой продолжала ехать вперед. «Вы настолько удивительны!» «Я рада, что пони, которая оказалась здесь со мной, в столь неприглядном месте, это именно вы!» Прямо как комплимент. «Значит, когда вы проснулись, то полностью оправились?» «Ну, я была вне опасности и по-прежнему жива. Но все еще не знала, куда мне идти. Некоторое время бессолен скакала кругами. И вот тогда я, наконец, увидела его». «Свитя и Луна некоторое время молча смотрели вперед сквозь темноту. Их глаза остановились на точке, к которой они неслись голопом». «Свечение», — пробормоталась Витя. «Именно. Оно было настолько слабым, что я едва заметила его. Тогда я вспомнила твои слова там, ну, что ты видела какой-то свет с вершины горы. Я понятия не имела, что это такое, и даже подумала, не играют ли со мной глаза злую шутку. Однако быстро поняла, что это лучше, чем просто скакать наугад. И потому направилась к нему. И я тоже. Это свечение по непонятной причине мне знакомо. Я просто каким-то образом поняла, что если смогу туда попасть, то произойдет что-то хорошее. Хорошо, что мы обе его увидели. Иначе наши пути никогда бы не пересеклись». Леденящий озноб пробежал по телу Свитти, когда она в полной мере осознала это. «Да уж». Твой крик был далеким, когда я услышал его в первый раз. Но я была совершенно уверена, что это именно ты кричишь. Я бежала изо всех своих сил. Свитти крепче обняла ее за шею. Еще раз спасибо, Лун. «Я никогда не смогу отплатить вам за все, что вы для меня сделали». «Не глупи, милая. То, что ты в безопасности, уже награда». Маленькая усмешка появилась на мордашке кобылки. Несколько минут они скакали молча. Свитти смотрела на темный пейзаж, что их окружал. Она так много повидала в этой клубящейся тьме, что та, откровенно говоря, несколько приелась. Чернота больше ее не пугала. Они с ней почти что сроднились. Но ее по-прежнему тревожило то, что скрывалось за клубящимися черным туманом. Она сглотнула и сжала шею луны. «Ненавижу это место. Я знаю, Свитти. Этот мир тьмы, он такой... Он такой пустой. Всегда кажется, что вокруг совсем ничего нет. Но это не похоже на Эквестрию. Эквестрия полна жизни. Там столько, ну, столько всего. А тут нет вообще ничего!» Свитти почувствовал, как луна внезапно оживилась. «О, я только что вспомнила». «Что?» «Думаю, что, возможно, я кое-что восстановила в памяти». Все внимание единорожки тут же переключилось на луну. «Что? Правда?» «Да. Когда я потеряла сознание после укуса змеи, то услышала знакомые голоса в голове. Все воспринималось как в тумане, большинство из них слышались какими-то далекими. Хотя я узнала и собственный голос, и голос своей сестры, и твой. И вы думаете, что это произошло до того, как мы оказались здесь?» «Ну, случившееся определенно пробудило во мне старые воспоминания. Мы втроем, как и некоторые другие, собрались в одном месте и были чем-то очарованы. Я помню только голоса, никаких зрительных образов, но я думаю, кто-то создал нечто». Светти внимательно слушала слова луны, но никаких подобных воспоминаний у нее не возникало. Потом раздался очень громкий шум, и все в комнате запаниковали. Происходило что-то ужасное. Селестия и кто-то из пони пытались собрать всех в безопасном месте, где бы моя сестра смогла их защитить. Думаю, большинство пони находились в безопасности, но... Но у тебя возникли неприятности. «И я была...» — слабо выдохнулась Витя. Ты кричала. «Какая-то пони, которая, как я думаю, твоя сестра, звала тебя по имени. Я сказала, что спасу тебя, но, полагаю, беда коснулась и меня тоже». «О, нет!» — пробормоталась Витя. «Странная дрожь охватила кобылку. Воздух вокруг нее внезапно стало намного холоднее. Что-то... Что-то схватило меня, да? Я не уверен, но мне кажется, что нас что-то засасывало. Ну, знаешь, как огромный пылесборник». «П-п-п-правда?» И мы обе провалились во что бы это ни было, и теперь находимся здесь. «Я ничего из этого не помню». Лу набросил на единорожку быстрый взгляд. Ну, воспоминание было очень нечетким. И мой разум пребывал в довольно безумном состоянии. И все же это кажется реальным. Такое чувство, что это случилось. Хотя я едва помню об этом. Они помолчали еще минуту-другую. Луна уже мчалась сквозь голые деревья, умело лавируя между ними. Свитя почти не замечала, что они хоть сколько-нибудь продвигаются. Они так долго бежали по этой земле, что малышка уже привыкла к ней. Сияние оставалось далеко, дразнило, но не приближалось. «Вы...» — тихо спросил Свитя, почти шепча. «А вы думаете, что это был несчастный случай?» Луна ответила не сразу. «Что ты имеешь в виду?» Мы оказались с нами, что-то случилось с вами и со мной. И слышался громкий шум или что-то в этом роде. Я имею в виду, ну, случайность ли это? Маленькая пони судорожно сглотнула. «Или кто-то сделал что-то, чтобы это случилось с нами?» И снова Луна ответила не сразу. Между ними повисла многозначительная пауза, а Ликорн смотрела прямо перед собой. «Луна?» Я не могу ответить на этот вопрос, Свитя. Я едва понимаю, что произошло в первую очередь. В конце концов, я не думаю, что это имеет значение. Был ли это несчастный случай или нет? Но сейчас это не важно. Ведь мы здесь, и нам нужно вернуться домой. «Кхм, наверное». Свитя прижалась к Луне, чувствуя утешение от одного ее присутствия. И о том, ну, кому это могло понадобиться. Луна вздохнула. «Ну, я не могу представить себе никого, кто бы захотел сделать это с тобой. О себе, однако». Свитя нахмурилась и посмотрела на принцессу, заметив печаль на ее лице. Затем кобылку утнула с носом в шорстку Луны. «Мы любим вас, принцесса». «Я люблю». «Селестия любит». «Твайлот и ее друзья тоже вас любят». Последовала короткая пауза, причем она услышала искренний ответ Луны. «Спасибо тебе». Оликорн скакала галопом по неприглядному ландшафту, темнота, медленно клубящаяся вокруг, казалось, высасывала из них все теплые счастливые соки. Создавалось ощущение, что окружающее пространство воплощает в собой страх и тревогу. Пока они продолжали пробираться сквозь тьму, настроение у Свити падало все больше и больше. «Ой, я надеюсь, мы единственные, кто провалился». Молчание, последовавшее за этим, было тяжелее, чем когда-либо прежде. «Надеюсь, ты права», — ответила Луна. Минули часы. Две уставшие пони расположились перед ярким, потрескивающим костром. Их окружал темный туман и холодный воздух. Свити лежала под крылом Луны, отчаянно пытаясь согреться. В понимании спутниц прошла целая вечность с тех пор, как они оказались в этом мире. И все же был достигнут определенный прогресс. Хотя Свити не могла сказать наверняка, Луна не сомневалась, что они приблизились к таинственному сиянию вдалеке. В ее глазах оно казалось намного ближе. Она поделилась со Свити своим осторожным оптимизмом, что они смогут добраться туда за несколько дней. Теперь, однако, пришло время дать отдых усталым ногам и измученным умам. Свити прижалась к ней носом, глаза и динарушки были закрыты, но она не спала. На этот раз маленькая Пунина стояла на том, чтобы самостоятельно развести костер, и Луна оказалась поражена ее мастерством. После этого Оликорн применила заклинания, чтобы огонь горел ярче, так что костер был их совместной заслугой. Луна взглянула на слегка дрожащую кобылку. Принцесса очень любила всех своих подданных, и эта молодая единорожка не являлась исключением. Однако, пройдя через это место вместе с ней, они стали гораздо ближе, чем она ожидала. Это был тот вид общения и обожания, которого она так отчаянно искала, пока в итоге не утратила рассудок больше тысячи лет назад. И все же это было нечто большее. Свити Бель не восхищалась ею, как могущественной правительницы или верховной Пуни? Луна тоже заботилась о малышке и гордилась ею. Они пришли к тому, чтобы создать особую связь, скрепленную трудностями, через которые прошли. Такие узы связывали ее прежде только с Селестией. Она почувствовала, как Свити зашевелилась. Повернувшись, принцесса посмотрела на нее сверху вниз. — Тебе достаточно тепло? — тихо спросила она. Свити сухо усмехнулась и ответила. — Нет. Луна ухмыльнулась и крепче прижала ее к себе крылом. — Так я скоро простыну от холода. — пробормотала кобылка. Принцесса вздохнула. Она вгляделась в странную клубящуюся тьму. — И правда холодно. Я подозреваю, что это как-то связано с пустым небом. Она почувствовала, что Свити слегка дрожит. Чем больше я думаю об этом мире, тем меньше вижу в нем смысла. Такой мир не должен существовать. Здесь не должно быть жизни, хотя кое-какая все же имеется. Сами законы природы, кажется, не работают в этом месте. И попытка понять это просто озадачивает меня. Она помолчала, а затем продолжила. Так или иначе, хаотический мир Дискорда имел больше смысла, чем эти края. Пуни впилась взглядом в темноту, словно ожидая, что та ответит ей. Но она не отвечала, только продолжала окружать и поглощать свет из ее рога. Ну, началась Свити слегка приподнявшись. — Может, в этом и есть смысл, но в очень странном роде. Луна посмотрела на нее. — О чем ты? — Ну, это как... Я не знаю. Пробромотала единорожка, подбирая слова. — Наверное, я просто много думала об этом. Это не имеет смысла, но вроде как и имеет. В... как будто... Не могу это точно объяснить. Луна слегка хихикнула и улыбнулась. — Не торопись, милая. Я тебя слушаю. Свити на мгновение замолчала и задумчиво наморщила лоб. — Хорошо. Значит так. Дома на небе есть что-то такое, верно? Там есть солнце, луна, звезды, облака. Но здесь наверху ничего нет. Верно. И в эквестрии повсюду есть растения, животные и пони. Но здесь ничего этого нет. У нас есть деревни, полные жизни. Но в той деревеньке, где мы находились, ничего не было. В землях пони есть свет селестии, ваша ночная мгла. А здесь... Здесь просто ничего. Что же мы нашли за время наших странствий? По большей части только пустоту. Я знаю, что в этом нет особого толку, но... Я вроде как чувствую, что мы в мире из ничего. Объяснил Свити. И я не имею в виду, что мы в мире, где совсем ничего нет. Хотя здесь находимся мы, но... Например... Это мир, который... Состоит из пустоты... Да! Хм... Луна отвела взгляд, обдумывая объяснение юной спутницы. Конечно, это было не лучшим объяснением всего происходящего, но при этом воспринималось гораздо лучше, чем то немногое, что она придумала сама. Если подумать, это имело хоть какой-то смысл. Но как насчет тех существ, с которыми мы столкнулись? Если бы этот мир был пустым, разве здесь не было бы ничего живого? Создание из пустоты! Пропищала Свити. Луна моргнула. Что, прости? Они существа из ничего! Вот почему они такие странные! Хм... И почему же ты подобрала для них именно это объяснение? Не знаю... Мне просто так кажется. Старшая пони вздохнула. В любом случае, мне бы очень хотелось выбраться отсюда как можно скорее. Но вы же сами это сказали. Затем Свити широко зевнула и положила головку на бок Луны. Ой, я устал. Я тебя не виню. Тихо принесла Луна. Она снова вспомнила, сколь молода была Свити Белль, и какой ужас пережила кобылка, пройдя через столько испытаний. Это было истинным чудом, что ей удалось продержаться так долго в одиночку. Хотя она была так молода, ее силы и храбрость были видны невооруженным взглядом. В конце концов, Свити сможет оглянуться на это путешествие, как на что-то, чем можно гордиться. Может, мне лечь спать? Луна взглянула на костер и на относительную безопасность, которую тот обеспечивал. Затем она повернула голову и посмотрела в неизвестность. Богиня смогла различить фиолетовое свечение. Оно не угасало и не пропадало, и его легко было разглядеть на расстоянии. Через некоторое время пони встала на копыта. — Конечно, — ответила она, — левитируя Свити на спину. — Но я собираюсь продолжать бежать. Надеюсь, тебе не составит большого труда заснуть во время моего галопа. В ответ единорожка рухнула на спину Луны, как тряпичная кукла, и громко захрапела. Это заставило Луну усмехнуться. — Ладно, держись, глупышка. С этими словами она галопом понеслась в темноту. — Луна! — пробормоталась Вити. Через некоторое время ее голос звучал все более и более усталым с каждой минутой. — Да? — Как вы думаете, а почему оно фиолетовое? Луна сделала паузу и задумалась. — Я не уверена. На самом деле это загадка для меня. Но я точно знаю, что это что-то яркое, что-то создающее свет. Он достаточно сильный, чтобы прорезать тему, которую даже мой урок не может. Это делает его чем-то важным, тем, что мы обязательно должны увидеть. На мгновение воцелилась тишина. Луна подумала, что с Вити наверняка заснула. — А как ты думаешь, что это такое с Вити? — М-м-м, — простанула единорожка в полусне. — Я думаю, это дом. — Луна продолжала смотреть на далекое таинственное свечение. В течение мгновения, прежде чем сорваться в голубь, затем принцесса улыбнулась. — Дом. Это звучит замечательно. Свети нервно оглядывала темный мир вокруг себя. Она дрожала от страха, чувствуя, как темнота надвигается на нее со всех сторон. Они пробыли здесь так долго и проделали невероятно длинный путь. Ей казалось, что она находилась на этой пустоши целую вечность. Все кругом представлялось беспорядочной массой. Что же ей теперь делать? Какое направление выбрать? Внутри нее нарастало такое смятение, что ей хотелось просто сесть и заплакать. Малышке очень хотелось домой. Она чувствовала, что не может нормально дышать. В единорожке было такое ощущение, что ноги ее не слушаются. Свети на мгновение показалось, что она не должна быть живой, но ей каким-то чудом удалось обхитрить смерть. Что-то было не так с этим миром. Даже больше, чем обычно. Когда она осторожно пробиралась вперед, дрожа как осиновый лист, ее глаза постоянно метали со стороны в сторону. Свети видела силуэты призрачных существ, которые на самом деле являлись плодом ее воображения. Она услышала ужасный рев, который, должно быть, ей просто померещился. Свети быстро начала терять контроль. В ней проснулось то безошибочное чувство, что она просто не может больше этого выносить. Это было уже слишком. — Свети, Бэль! Единорожка ахнула от шока, когда темнота раступилась, и она увидала, что находится впереди. — Вот ты где! Она не могла поверить своим глазам, но перед ней стояли две потрепанные кобылки. Одна была желтой с потускневшим розовым бантом, а другая — оранжевой с крошечными крыльями. Они выглядели так, словно тоже перешли через те ужасные испытания, что и она. И после нескольких мгновений молчания она обняла двух кобылок. — Эппл Блум с Кутолу! — дрожащим голосом осыркнул Свити, когда подруги обняли ее в ответ. — Как, как? Что вы здесь делаете? Почему? — С Вити! — вздыхаясь, пробормоталась Кутолу. — Мы должны выбраться отсюда! Маленькая белая кобылка плакала, и странное чувство переполняло ее сердце. Она смотрела на них со смесью счастья и недоумения. — Я поверить не могу, что вижу вас обеих. — Здесь опасно! — принесла Эппл Блум. — Я рада, что мы нашли тебя! Свити слегка попятилась, глядя на лучших подруг. Их покрывали те же царапины и шрамы, что и ее. Они обе решительно смотрели на нее. Динарошка оказалась совершенно растерянна. Слишком много эмоций прошли через нее. Сначала она обрадовалась, увидев кого-то знакомого. Это были две пони, по которым она скучала больше всего на свете, и, наконец, она снова их встретила. Она почувствовала облегчение, когда убедилась, что хотя они тоже оказались в этом мире, но обе были в относительной безопасности. Кроме того, и стало намного легче, когда крошка осознала, что теперь они вместе как компаньоны. Затем, однако, пришло отрезляющее осознание того, что хуже и быть не могло. Конечно, она скучала по своим лучшим подругам, но она думала, что те остались дома, где безопасно. Теперь они оказались в той же опасности, что и она. С Вити? Я? Ее грудь тяжело вздымалась. А что случилось? Ну же! Поторопилась к утолу, оборачиваясь и глядя на нее. Мы должны двигаться. Направа! Согласился Эппл Блум со своим удивительно знакомым сельским акцентом. Здесь они безопасны. Но... С Вити огляделась по сторонам и затем встала на копытца. Да-да, вы правы. Держите глаза открытыми. Нам нужно держаться поближе к... Она замолчала и вновь огляделась. Принцесса Луна? Ее мысли были прерваны громким, леденящим кровь-рычанием. С Вити застыла, когда ее глаза распахнулись. Подруги отчаянно озирались по сторонам. На их лицах читалось мужество, за которым явно скрывался страх. «Что это было?» Пошептала С Вити. «Скут, бригись!» Внезапно закричала Эппл Блум. Все стало размытым, когда кто-то разорвал их круг. С Вити закричала от ужаса. Ее отшвырнуло на землю, когда хищник пронесся мимо. Кто-то вскрикнул. Енорошка с трудом заставила себя выпрямиться. Она уловила вспышку желтого света, в котором опознала Эппл Блум, занявшую боевую стойку. Она лихорадочно искала оранжевую пони. «С Вити, осторожнее!» Это все, что успела произнести Эппл Блум, прежде чем ее силой повалили на землю, заставив С Вити закричать от ужаса. Какое-то отвратительное призрачное существо возвышалось над ней, удерживая земную пони в одной из своих лап. Эппл Блум стиснула зубы от боли, и С Вити увидела следы крови. В другой лапе была зажата обмякшая оранжевая пегаска. Скутл не реагировала. По ее телу текла кровь. «Нет!» Восликнула С Вити, и слезы брызнули из глаз. Она смогла подняться на ноги, но ужас не позволил ей сделать большего. Енорошка в шоке смотрела на то, как Эппл Блум слабо вырывается из-под хищника, навалившегося на нее всем своим весом. Он собирался раздавить земную пони. «Эппл Блум!» — крикнула С Вити, переведя взгляд с одной подруги на другую. «Скутл!» Существо издало оглушительный рев, заставив ее прижать ушки и поморщиться от боли. С Вити могла только наблюдать, как оно подняло свой коготь над желтой пони, только для того, чтобы снова ударить им в нее. С Вити почувствовала, как у нее остановилось сердце. Она больше не видела Эппл Блума. Звуки борьбы прекратились. Тварь снова взревела и швырнула тело скутолу на землю, где оно перевернулось и замерло. Это было трудно разглядеть, но С Вити не могла увидеть, как поднимается грудь пегаски. «Нет!» — прошептала она, и из ее глаз потекло больше слез, чем когда-либо за всю ее жизнь. Ужас, паника и отчаяние охватили разум юной пони, когда она медленно попятилась от существа, которое только что забрало у нее двух лучших подруг. Хищник повернулся к ней и уставился на нее, оскалив острые зубы. Кровь малышки застыла в жилах, когда к ней пришло осознание, что она следующая. Она зашлась громким криком, когда он прыгнул на нее. Кобылка закрыла глаза и стала ждать смерти, но та так и не пришла. Совершенно сбитая с толку, она открыла глаза и обнаружила, что его больше нет. Однако она все еще слышала его и поняла, что тот перескочил через нее. Однако это было еще не все, что С Вити могла услышать. Она почувствовала, как ее сердце провалилось в желудок, когда до нее донесся крик еще одной пони, которую чудовище, похоже, пожирало живьем. Напуганная до невозможности, она упала на землю и крепко зажала копытцами ушки, только чтобы не слышать этот отлично знакомый крик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!